Здравствуйте! Это программа Город Эсс. Я Елена Чернявская. Мои сегодняшние гости известные личности и заслуги перед городом имеют весомые. Первый гость – архитектор Дмитрий Храмов, один из тех, кто постоянно работает над развитием городской среды Самары, организуя фестивали и запуская живые проекты. О своей профессии и о самарской уникальности, о развитии города говорим сегодня в программе Город Эсс с Дмитрием Храмовым. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и что же, первый, наверное, мой вопрос. Вы получили благодарность от главы города и городского округа Самары. Ну и скажите, пожалуйста, вот что лично для вас? Это награда, хотя я понимаю, конечно, у вас их великое множество за свою жизнь, за свою профессию. Ну, мне на самом деле очень приятно то, что, в принципе, мой труд и не только моего бюро, мои команды, и, в общем-то, это заслуга не только моего, как бы, большого творческого коллектива. Ну, вот, очень приятно, что, в принципе, нас отмечают и, ну, наверное, мы что-то делаем хорошее для нашего города. Ну, да, не заметить трудно, потому что очень много проектов в нашем городе реализовано вами и вашей командой. А все-таки, если вспомнить, с чего все начиналось, как ваш начался путь в профессию? Ну, на самом деле, очень просто. Я, по-моему, даже еще в детском садике знал, что я буду архитектором, потому что у меня папа архитектор и тоже достаточно известный в нашем городе, вот, автор филармонии, вокзала, ну, достаточно известный. И, конечно, у меня, по сути, наверное, с детства была определена дорога, мне было интересно, вот. Да все получается как-то само собой. И у меня спруга Маша тоже архитектор, мы вместе учились. И, в общем-то, многие проекты делаем сейчас совместно, как бы, мы вот основное ядро нашего бюро, и, в принципе, кроме архитектуры занимаемся и художественными проектами, инсталляциями, какими-то активностями, вот, в виде неких там фестивалей городских. То есть, ну, это как бы наше. То есть, детство свое провели не с игрушками, с кубиками, а с макетами, да, и с большими чертежами. Ну, что же, какие первые проекты вы реализовали в Самаре? Как вы начали шагать по архитектуре нашего города? Ну, на самом деле, все очень для 90-х годов, когда я закончил. Университеты в основном были проекты, связанные с интерьерами. Это интерьеры, ну, там были развлекательные комплексы, какие-то кафе, рестораны. Ну, то есть, это было, ну, наверное, многие так, да и сейчас многие так и начинают, а тогда это вообще было целое направление. Потому что реализовать себя, реализовать какие-то свои фантазии творческие и какие-то амбиции можно было именно, ну, там, в интерьерах. Вот, и потом, когда интерьеры вот больше стали связаны с общественными зданиями, вот, ну, мы как преподаватели в то время, сейчас, к сожалению, мы как бы не преподаем. Так вот, мы с Машей преподавали 20 лет, вот, и преподавали архитектуру. И у нас была кафедра урбанистики, и вот в рамках этой кафедры мы достаточно много делали творческих проектов и научная работа, вот, Машина, связана с общественными пространствами, с потенциалом уникальности культурного ландшафта и, соответственно, развитием общественных пространств города, как каркасы развития городских пространств. Вот, и наше исследование, наше работа и творчество было как раз завязано на работе вот с городской средой. И в последнее время, по крайней мере, в последнее десятилетие, это стало реальным. Ну, то есть, если то, что мы, допустим, в нулевых еще планировали и, как бы, ставили для всех важную эту, ну, как бы, историю, то вот уже в десятых годах стало реализовываться многие задумки в этом направлении. И то, что, в принципе, город и многие города, они, в общем-то, преобразовываются в рамках развития... Федеральных программ? Да, в рамках, да, федеральных программ, в рамках развития вот общественных пространств городских. Вот, ну, соответственно, в Самаре тоже мы какое-то принимаем участие в этом. И не только в Самаре, там малые города тоже, вот, в рамках развития малых городов. Например, у нас наш любимый Кенель, вот, если говорить, в Самарской области. Да, город-то здорово преобразился за последнее время. Ну, вы знаете, хочу вас о чем спросить. Вот вы сказали, что ваш отец, это железнодорожный вокзал, это филармония. А Дмитрий Храмов, это что? Это какие объекты в Самаре? Нет, я не настолько крупный. Ну, кстати, я... Почему? Замечательный объект, я очень часто бывала и совсем вот недавно узнала, что это работа вашего бюро, вашей команды, обновление модельных библиотек. Это классный проект. Ну, да. Конечно. Вообще, в принципе, то, что библиотеки, да, это во всем мире, это общий тренд, когда библиотеки становятся не только хранилищами книг, да, а становятся, по сути, культурными центрами, общественными пространствами и таким драйвером, интеллектуальными драйверами такими. Это важно вот сейчас не упустить момент, как бы, чтобы они и продолжали, как такие, как точки рост культурного развития в городе. И то, что вот мы последние годы делали вот в рамках нацпроектов по модельным библиотекам, выигрывали конкурсы, творческие конкурсы, которые позволяют нам дальше уже работать по нашим проектам. За последнее вот время у нас реализовалось уже три библиотеки. Это вот детская библиотека, центральная детская библиотека на аэродромной, вот, это библиотека народов по Волжье и детская, и библиотека Некрупской. Вот, то есть, в принципе... Это масштабные, большие проекты. Да, да, но это все очень интересно, и на самом деле тоже большая команда работает, только не только мы, соответственно, совместно с библиотекарями, совместно как бы с департаментом культуры. То есть, это интересная ваша работа. Но опять же, внутри, да, внутренний проект. И вот давайте перейдем к вашей работе в музеях. Музей Ильдара Рязанова, тоже ваша работа. И судя по тому, как там все устроено, я так понимаю, что режиссер вам близок был по духу, верно? Режиссер, на самом деле, я бы даже сказал, еще, несмотря на всю его объемность, и до конца, мне кажется, и не раскрыт. Не открыт полностью. Да, вот, и то, что есть некие, там, понятные для всех, для всех россиян, да, всех стереотипы, и они, я думаю, что можно их еще и намного глубже его раскрыть и показать. И то, что сейчас мы делаем, то есть, это только начало музея. Вот сейчас же открыт только на первом этаже экспозиция. Она связана с его детством. Фильмографией, да? Да, нет, она пока не с фильмографией, потому что второй этаж, это будет как бы основное его творчество. А потом экспозиции же там есть, да, посвященные фильмам? Да, но это там сейчас очень в сокращенном виде, потому что основная экспозиция, это будет второй этаж, посвященный как раз его творчеству, его творческому пути. И третий этаж, это будет уже экспозиционное выставочное пространство, которое дальше, я думаю, даст какое-то развитие на, не скажу под качуму. Хорошо. А вот первый этаж, да, он о его детстве, о его детстве в Самаре. И, наверное, те моменты, которые вот хотелось исследовать и понять, это те вот ниточки, как его детство связано с его творчеством, и как оно развивается дальше, творчество, исходя из неких образов, воспоминаний. Ну, то есть мы достаточно глубоко работаем с Рязановым, и я думаю, что и второй этаж будет достаточно интересен. И у нас есть сейчас договоренность с родственниками, с Довольдой Александровичем, вот, то, что много достаточно сейчас артефактов, экспонатов они передают в Самару, и, по сути, в Самару это и будет, наверное, основным домом музея. — Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, а вам интересна городская жизнь, и как ее преобразовать так, чтобы другим жителям, горожанам стало интересно? — Ну, мы, в общем-то, этим и занимаемся. На самом деле, то, что, ну, если на примере даже небольшого сквера, ну, в общем-то, это, наверное, даже цепочка пространств, у меня есть еще кофейня, кофейня «Вайткап», которая находится вот во дворе музея «Модерна», и этот дворик мы используем как некое такое пространство, коллаборация с музеем, вот, и там проходят постоянно какие-то выставки, мероприятия, джазовые концерты, какие-то, в общем, достаточно активная культурная жизнь, которую мы совместно поддерживаем, то есть я как бы со своими институциями музея и со своей стороны, вот, и даже вот то пространство, это вот «Солнечная галерея», так называемая, да, вот эти там конструкции, которые стоят, в которых и выставочные встроенные истории, и качельки, и все, то есть они, и зелень, вся вот, как бы, зеленый двор за счет этого делается, да, то есть он находит потом, кстати, это вот двор вошел в одну, в тридцатку лучших общественных пространств в России, по версии журнала «Проект России» в прошлом году, вот, с этими инсталляциями, а продолжение, напротив, мы сделали сквер Аксакова, то есть это, по сути, как продолжение общественных пространств одного, который находит вот напротив свое уже воплощение. Идея, она была еще лет 12 тому назад родилась, то есть так как Аксаков, там был дом Аксакова, и, соответственно, история развития этого сквера уже постреволюционная, уже советского периода, когда Щербачев сделал там на месте усадьбы Аксакова фонтаны вот этого вот такого двора дома, и потом они были долго заброшены. То есть, по сути, вот это был такой заброшенный кусок земли, как бы совершенно не обустроенный, с разрушенной фонтанами, заросшая, и мы как бы долго пошли к этому, к этой истории, пока тоже не, как бы, сделали проект, запустился конкурс тогда, и мы выиграли этот конкурс совместно с ТМ-бюро, это вот Саша Шуткин и Эрфишман, у нас совместный проект это дальше получился, и мы сделали этот сквер, ну, на основе участия в содействии, то есть вот... Получилось то, о чем сейчас любуются горожане, и любят там очень отдыхать. Ну, да. Ну что же, спасибо вам большое за интересную беседу, конечно, реализации самых смелых творческих планов желаю я вам и вашей команде. Спасибо, Дмитрий, всего хорошего. Спасибо большое, спасибо. Ну, а наша программа не заканчивается, продолжим через несколько секунд. Моя следующая гостья – директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Наряду со своей профессиональной деятельностью Татьяна Александровна Санникова активно создает условия для вовлечения школьников и студентов в волонтерскую деятельность и для участия в общественных, патриотических и культурно-просветительских проектах, за что удостойна многих наград. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, буквально недавно вы получили награду из рук главы города. Скажите, пожалуйста, вот для вас эта награда и внимание, конечно, особенная или рядовое? Конечно, особенная. Всегда приятно получать благодарность, но самое главное – встретиться с городским сообществом, вот реально с неравнодушными людьми, потому что была такая необыкновенная обстановка. Ну, во-первых, наш театр оперы и балеты – это вообще всегда чудо, как храм, я говорю, определенной такой культуры. И вокруг сидело столько людей, и у нас, знаете, даже сердце билось как бы в один такт, потому что собрались действительно, чтобы поздравить друг друга, поблагодарить, ну и, наверное, еще раз как-то все вместе понять, что нужно сделать для нашего любимого города. Вы в одном интервью сказали, что любой клич и ваши студенты среди первых, вот были бы они уставшие, никогда не оставят ветерана или ребенка без помощи. Скажите, пожалуйста, вот с чего все начиналось, и как зародилась эта идея неравнодушия, помощи своему ближнему? Ну, вы знаете, я этим занимаюсь более 20 лет, и, как бы, ну, наверное, родилась я такая, бросать клич, активная такая девчонка в Самаре, в любимой. И так складывается, что это идет всегда по жизни. Где-то вот 17 лет я уже работаю директором колледжа, и объединяю вокруг себя и школьников, и молодежь, и я возглавляю еще общественную организацию «Самарский центр развития и добровольчества». Я вижу, как нужно внимание нашей молодежи, и иногда говорят, ой, какая-то не такая молодежь, что-то с ней не то. Да нет, она отличная у нас молодежь, просто обязательно к ней найти нужно свой подход. Во-первых, любить их, разговаривать на равных, и предлагать им какие-то варианты решений, либо на выбор, либо зажигать их в хорошем смысле этого слова, и у них великолепные идеи всегда появляются. И вот это я взяла за основу вообще для воспитательной работы у себя в колледже, и меня ребята поддерживают, я очень рада, я вижу результат. И знаете, такие какие-то вроде бы обычные вещи, например, наш гимн мы слушали всегда, до того, как сейчас это вот делают все, или у нас, например, физкультурная минутка после второй пары. Коллеги из Минздрава приходят, говорят, ты для нас, что ли, сделала? Я говорю, нет, конечно, это вот такая замечательная традиция. Или наши студенты, к которым я захожу в группу и просто говорю, вот нужно вот это сделать здесь и сейчас. И всегда говорю, нужно это сделать по любви, по желанию, и никогда себя заставлять в чем-то. Я вижу реакцию, обратную связь. Буквально вот вчера я зашла к девчонкам в мастерскую, где мы начали шить аксессуары для наших военных участников, специальной военной операции. И у нас тоже были ваши коллеги в гостях, журналисты. И потом я просто к девчонкам зашла и говорю, девчонки, остановите на минуточку машинки. Они остановили. Я говорю, мне военные просили, говорю, сказать вам низкий, вам поклон. И вы знаете, смотрю, такая реакция сразу, как-то заволновались девчонки. И у девочки, у которой брали интервью, там одно и второе, она говорит, я сижу и думаю, что я делаю. И тогда у меня скорость прибавляется, у меня желание прибавляется, и совсем другая реакция. Потому что на самом деле у нас вообще в России очень добрые люди. А мне кажется, есть еще такое понятие самарский, кода особенные. Ну, не зря, наверное, да, наша Самарская область на карте даже выглядит как сердце. И мне кажется, вообще замечательная молодежь. А мои студенты самые замечательные. Коя вы молодец, Татьяна Александровна, хвалите и поддерживайте. А вас услышат, и им будет это особенно приятно. Ну что же, такой вопрос у меня к вам. Почему все-таки важно сейчас и сегодня развивать добровольческое движение? Ну, на самом деле, еще раз повторюсь, это было важно и 20 лет назад, и 15, и 10. Просто сейчас, уже 5 лет, как наш президент Владимир Владимирович Путин издал указ и есть российский день добровольца-волонтера, очень много со стороны государства поддержки, это и грантовая поддержка, или как у нас, например, и наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, и глава нашего города, Елена Владимировна Лапушкина, поддерживают это на уровне области и города. То есть такие условия создаются великолепные. События, которые у нас в городе проходили, очень важная роль была и на нашем чемпионате мира. Я даже, например, знаю от туристов, что многие иностранцы сказали, мы обязательно вернемся в Россию только потому, что у вас самые добрые волонтеры. И, в принципе, вот эта стержень, которая закладывает возможность ребятам участвовать в добровольческой деятельности, она же, эта ситуация помогает им и в профессиональной карьере, и в человеческих отношениях. Мы вот буквально неделю назад вернулись с Волгограда, организуем форум актива СПО Самарской области. И я видела лица ребят до начала мероприятия и после. Пять дней всего прошло, и как будто бы другие люди. За эти дни на теплоходе они побывали в Волгограде на самой святой земле. Они возложили цветы, они на воду возлагали цветы. Минута молчания. Вечером был очень интересный конкурс, концерт патриотической песни. Аж другие пассажиры на теплоходе мне сказали, вы где взяли таких замечательных? Я говорю, да все здесь же у нас, на нашей земле. И вы знаете, так глубоко все это они делали, со слезами на глазах, с волнением. Это слова, это воспоминания про своих родственников. Ведь самое главное, чтобы память была жива из поколения в поколение. И, к сожалению, некоторые пытались переписать историю, но никогда не удастся им, потому что действительно в России живут особенные люди. Вот даже сейчас начали шить, например, обмундирование для военных. И я видела сюжет, правда, не из нашей области, а из другой, как женщина прям буквально своим телом укладывает своим сердцем, своей материнской грудью ватник для солдата. Но, понимаете, она же его обнимает, она уже передает энергию тому, кто пойдет туда, где сложно. И точно так же ведут себя вот и мои девчонки. Я же вчера видела, с какой любовью они раскладывают, как они все это делают. Это же здорово. Это вот и есть патриотическое. Потому что пример есть перед глазами. Положительно, конечно. Расскажите, пожалуйста, еще, какие социальные проекты реализует ваша команда, ваше движение и в колледже тоже. Кто вас поддерживает? Где вы силы берете? И вот самое главное, ту доброту, которую вы передаете дальше. Ну, наверное, во-первых, это от родителей передалось. Во-вторых, с Божьей помощью. И на самом деле у меня великолепная команда. Когда я пришла работать в колледж, я им сказала, со мной грустно не будет. И это достаточно часто звучит от них, потому что, ну, когда я прихожу в команду студентов или собираю студентов вместе с педагогами, все сразу понимают, что, во-первых, это будет интересно, во-вторых, это с какой-то социальной пользой обязательно. И еще раз повторюсь, вся технология воспитательной работы у нас построена на том, что мы приучаем служить, хорошее слово, обучение служением. То есть ты свои профессиональные навыки еще и оказываешь тем, кому нужно это сегодня. То есть вообще абсолютно все... Интересная мысль. Служит в театре, служит в храме и служит в учебном заведении. Смотрите, вот недавно, да, но тема сейчас просто актуальная. Нас пригласили в Рощинске, но соблюдая всю, конечно, как это и положено по закону безопасности, мы поехали туда постричь. Просьба ничего особенного, да, но не все мужчины успели сделать стрижку. Мы постригли там порядка 60 человек, пообщались, вместе поужинали с ребятами, с этими. И звонит оттуда мне уважаемый человек и говорит, Дмитрий Владимирович Холин, говорит, Татьяна Александровна, наши все мужчины весь вечер улыбаются. Я говорю, а что случилось-то? Я даже не сразу поняла. Он говорит, а у ваших девчонок золотые руки. Ну, то есть на самом деле они ничего особенного не делали. Они совершенствовали свои навыки профессиональные. Но пообщавшись там с ребятами, с мужчинами, оказалась еще и девочка, у которой папа там был, она сама из Рощинского. И понимаете как, отсюда позитив такой правильный. Они вернулись в колледж, они рассказали ребятам, друзьям, ну, в конце концов, пример даже показали. Мне кажется, это вот действительно обучение действием, обучение служением. Татьяна Александровна, ну вот у многих из нас в какой-то момент жизни возникает потребность просто сделать мир вокруг себя лучше. И вот в России все больше и больше начинают интересоваться волонтерством. Ну, скажите, пожалуйста, а вот что самое сложное в совершении добрых дел? Ну, самое сложное на самом деле, как и любое дело, нужно организовывать. Это я уже как менеджер, как управление скажу. Ну, например, вот даже мы собираем центр сбора гуманитарной помощи, да, нам поручили. Это было, как началась операция. Извините, должен гореть свет, должно быть тепло-светло. Ребят нужно было накормить, соблюсти безопасность, найти какие-то расходные материалы. На самом деле это хлопоты, конечно, но они приятные. Но, например, если нас приглашают на благотворительную акцию в образовательную организацию, к деткам с особенностями здоровья, да, мы сначала должны провести инструктаж, научить их, потому что, чтобы не навредить. Или уже 9 лет тому назад, в 2014 году, мы стали инициатором, организовали акцию «Мы вместе» в Сакский район наш подшефный. Уже 9 лет наши студенты там работают, проводят свой досуг, купаются, загорают, влюбляются. 6 лет мы шефствуем над инклюзивным пляжем. Последние 3 года обязательно мы с Алексеем Транцовым сначала проводим тренинг, потому что психологический тренинг, тренинг, скажем так, профессиональный. Ребята к нам на колясках приезжают, привозят оборудование. Ну, то есть даже вплоть до того, что как женщину или мужчину правильно взять под руки и опустить море. И представьте себе, наши ребята были прямо в тот момент, когда в Новофедоровке был взрыв. Даже слышали, да, взрывалось там. Никто не растерялся, наши, кстати, волонтеры первые не растерялись, они были на пляже. И что они сделали? Первое, что они сделали, естественно, старший сказал, чтобы никто не волновался, сейчас разберемся. Они пошли в море помогать инвалидам. Никто не растерялся, были собраны абсолютно, они были подготовлены, скажем так, к непростой сложной ситуации. Поэтому сложно это или важно это, то есть любое дело нужно правильно, грамотно организовывать, дабы не навредить. Да, вы сказали, что вы занимаетесь этим 20 лет добровольчеством, да? И наверняка за это время было очень много, очень много проектов, которые реализовали вы, ваша команда. Скажите, вот какой бы проект хотелось бы повторить? Хороший вопрос. Так складывается, наверное, что он повторяется. Если не в том, то в ином варианте. Я являлась много лет членом президиума общероссийской общественной организации «Волна здоровья», которую возглавляет Леонтонович Бакерия. И, в принципе, «Волна здоровья», которая организовывалась по всей России, я 15 лет ее тоже организовывала, она вообще пошла из Самары. И так сложилось, вот их 19 было. Сейчас там какое-то изменение есть, трансформация. Но мы, например, часть этой акции взяли у себя в Самарской губернии и несколько лет ездили, организовывая это с партией «Единая Россия», с правительством, с консультациями в область. То есть автобус, и едут туда специалисты. Мне кажется, это было очень продуктивно. Причем я даже сейчас вспомнила, был год учителей, и надо мной коллеги из Минздрава похихикали. Говорят, зачем туда везти офтальмологов? Все сейчас так интересно, важно, ответственно. На тот момент, когда мы приехали в школу с врачами, на территории школы это было, самые дорогие клиенты были для врачей, в хорошем смысле слова. Представьте себе, это педагоги, потому что у них не было времени обратиться к специалистам. И тогда коллеги из Центра профилактики, слушайте, спасибо вам большое, как вот обычный вроде бы инструмент, да, но он такой очень важный и помогающий решить социальные вопросы. Вот такое бывает в нашей жизни. Ну что же, так быстро пролетело наше с вами время, с вами безумно интересно беседовать. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Я от себя хочу пожелать вам и дальше дарить тепло, и те проекты, в которых вы вкладываете душу. Это видно, Татьяна Александровна. Спасибо большое. Спасибо. И заключительное слово, что бы хотели пожелать. Вы знаете, я желаю всем нам хорошего настроения, мирного неба над головой. И делайте больше добрых дел. Просто улыбайтесь соседям, друзьям, коллегам на работе. И отдавайте тепло тому, кому оно нужно. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»